Ну что, привет интернет! У нас сегодня, я прям не знаю, как представлять уже, но просто настоящий музыкант, настоящий рокер, настоящий мужик такой брутальный, он все такой пришел, весь в куртке такой кожаный, рок-н-ролл жив. Да, обычно я в продачной майке хожу. Да, один из немногих музыкантов, кто все по-прежнему занимается собственным творчеством. И так с нами сегодня хедлайнер команды, мною очень любимый, уважаемый и, я думаю, всеми любимый, уважаемый мотороллер Илья Саутов. Здорово снова. Привет всем, кто нас смотрит в этот ранний час. Я сразу прошу прощения за мою небыструю речь. Илья, да, не распелся. Да, я могу после обеда говорить быстро, а до обеда я буду говорить медленно, поэтому настраиваемся медленный, обстоятельный. Шла Маша по шоссе, осталось, можно сказать. Нет, это уже не политкорректно. Сегодня это же не политкорректно. Илья, я знаю, что я слежу. Вы, кстати, подписываетесь на ФБ, там мотороллер молодец завел аккаунт, и я сразу же на него подписался. Мотороллер, да, молодец? Нет, ну, кто бы сомневался, но многие команды забивают на социальные сети, и я считаю, что очень ошибаются в этом вопросе. Да. И я, собственно, из твоего официального социального аккаунта на ФБ, да, я узнаю действительно кучу новостей. Я знаю, что вы посетили, как всегда, там кучу всяких фестивалей, выпустили альбом «Молодцы, красавчики», давай поподробнее. Ну, да, мы постоянно куда-то где-то шляемся по этой планете вообще, потому что мы не можем без этого, чтобы не шляться. Да, вообще рок-н-ролл – это такая же вещь, которая предполагает… Ну, помнишь, чиш пел, да, рок-н-ролльная жизнь исключает оседлость. Вот это совершенно верно. А ты туда, вот, ты заряжаешься туда, ездишь как-то, да? Просто потому что у нас тут, у тебя этот рок рассосется на этих бешпармаках, да, я вот думаю. То есть вот если вот той индустрией нашей заняться, ты забудешь, мне кажется, через полгода вообще слово «рок» вот там напрочь, блин, ты будешь там, ну, там, этим… Ну, ты понимаешь. Совершенно верно. Ну, ты, кстати, хорошо сказал, да, про ту индустрию, вот это вот, твой бизнес называется. Ну, ты же все равно, нет, у тебя же какой-то вот такой интересный, ты как-то выдерживаешь, то есть ты не скажешь, что там вообще не работаешь, да, но ты вот как-то вот так грамотно для себя там, как-то… Если бы другой на моем месте оказался, он, может быть, и начал стесняться и уходить от ответа… Не, а что стесняться? Мол, я вот, да нет, я не играю, это на корпоративах. Я не стесняюсь этого, и мы не стесняемся, потому что повсюду люди. То есть вот возьми ты хоть корпоратив, возьми ты барахолку, возьми троллейбус, возьми Бентли, там сидят одни и те же люди. Конечно. И если нас приглашают, значит, нашу музыку хотят слышать, да. Конечно. И совершенно мы абсолютно одинаково радушно мы идем навстречу с любимыми людьми. Вот, но с другой стороны то, что вот этот, как ты называешь, как мы все называем, той бизнес… Да. Он убил очень многих… Хороших музыкантов. На моих глазах очень многих, не только хороших музыкантов, хороших, творческих людей. И вообще убил просто многих людей. Вот прямо сделал контрольный выстрел в затылок. И сейчас смотришь на этих убитых людей, которые раньше были совершенно другими, даже разговаривали по-другому. И не только, ну и даже думали по-другому. А сейчас это какие-то зажравшиеся, изменившиеся, зомбированные, вечно с полусонными глазками люди. Обязательно с отвисшим брюшком. Не, а бывают еще угодливые, мстилые… Ну, вот эти все пороки, да. Вот именно той бизнес, да, он все пороки эти действительно в человеке развивает. Потому что мы где живем? Мы живем на Востоке. Вот. И если окунуться с головой в этот Восток, то мы окунемся с головой в Средневековье. Там же бабло, блин, хорошее. Ну, видишь, но не всю жизнь. Все соблазны, то есть какие можно только там есть. Причем, вот я говорю, грань очень тонкая. То есть, с одной стороны, ты абсолютно прав, да, на корпоративах, свадьбах и прочее, прочее. Те же люди ведь сбоку, какая разница? Не вижу я. Я вот, например, тоже особо не вижу разницы. Другой вопрос, что вот мы как-то общались вот недавно. Сколько ты проводишь месяц, ведущий корпоратив, 17 свадеб? Чувак, я не понимаю, как проводить 17 свадеб. Ну, вот у меня, например, да, у меня дури не хватит. Я не знаю, силы не хватит, куражей не хватит, ничего не хватит. Я просто, ну, может быть, я так один месяц могу, но на протяжении, допустим, там, не знаю, трех месяцев я просто сдохну где-нибудь там по дороге, в депрессию впаду. Я не понимаю, как это может. Это ты, это ты, человек, который привык все-таки задумываться. Нет, причем я его не осуждаю, просто я не понимаю, как. Смотри, осуждай, не осуждай человека, он со своего пути не собьется все равно, он будет идти своей дорогой. И есть люди, которые просто не задумываются или, как говорится, не парятся. И вот многие тамады, многие той бизнесмены, они просто не парятся и работают себе, понимаешь? Многие-то усталые, знаешь, вот они, может, и не парятся, но вот я по ним гляжу. Они не усталые, они равнодушные, равнодушные. Он, может быть, и выспался хорошо, может быть, он и пожелает нормально все у него. Сегодня сделка состоялась какая-то хорошая. Нет, подожди, подожди, ты вот на сцене работаешь, ну, сколько там, я думаю, ну, лет 16, наверное. Нет, 20 лет в этом году. В этом году, вот мы, 22 ноября будет концерт. Слушай, ну ты ничего сохранился, да? Да и ты тоже нормально. Слушай, молодец. Нет, ты просто, да, такой этот. Нет, ну, видишь, опять-таки, я не занимаюсь этим вот, как говоришь. Как буржуи, да, такие уже? Я не занимаюсь вот такими вещами, однообразными и скучными, как той бизнес. Когда человек живет в творческом процессе, он все время... Его организм, не только физический, его энергетический, духовный и так далее, интеллектуальный организм, он находится постоянно в движении. Кровообращение постоянно, постоянно циркулирует, приток новой крови, приток новых... Знаешь, мотороллер тогда, когда я понял, что это крутая команда, блин, когда я вот на одном корпоративе, да, я его там организовывал, да, и мне сказали, короче, ничего не надо покупать из живых команд, надо взять мотороллер. Я говорю, ты, ну, он дорогой, он дешевый, в смысле, то есть мотороллер, да, то есть у вас по бабу выйдет. Они говорят, нам похрен, сколько стоит, возьми ауто. А я не видел ни разу, мне много там говорили, это давно было там, ну, и когда, короче, вы встали, я помню, зашли такие типы такие, знаешь, какие-то не очень... Это не очень такие типы, это очень строчные, такие, ну, я вот рисую, только, что я увидел, да, и просто встали, и вот, а ты такой же, ты еще перед концертом, ну, это вот сейчас ты включен, и ты такой готов сейчас отдавать, что-то там, а перед концертом ты такой немножко закрытый, ты вот, я заметил, ты от людей чуть-чуть гасися. Те же многие вот лезут, там, ааа, я, давай, челкнемся, давай, там, это, и ты такой, как-то, знаешь, там, так это, интеллигентно, рафинированно, ну, одних так подгашиваешься, я вот это вот увидел. И потом встала вот эта парня, ну какая-то, давай сжечь, блядь, вы просто, я смотрю, когда агашки, вот это, когда олени, так-то реальные агашки, вот это, мы поумчимся, и они вот так вот по залу бегают, слушай, друг на друге катаются, там, я не могу сказать, кто, блядь, меня убьют, да, то есть, в смысле, кто там бегал этими оленями, ты понимаешь, ты тоже не говори, не надо, вот, ты тогда сейчас тоже вспомнишь, понимаешь, Я не понял, что такое Моторолли, потому что вот эти, когда ребята бегут на воду, ты так заразительно рассказываешь, ты так вкусно рассказываешь, что я сейчас, нет, я посмотрел со стороны, вид со сцены, он же совершенно другой, он совершенно другой, а когда со стороны смотришь, оказывается, Ну вот как ты, я же многих насмотрелся, да, там наших этих, как сказать, ну что, 4 года в метро сидел, тут, блин, в принципе, наверное, все прошли, да, кто там мог пройти Ну, город-то маленький, да, нет, так там и российские приезжали, всякие разные, да, то есть, и все по-разному себя ведут, да, то есть, и вот, ну, мне вот, ну, нравится такое, то есть, ты, как бы, немножко, как бы, отгороженный, но я, как для себя это понял, что, ну, ты просто настраиваешься, да, на концерт, потому что, ну, я тоже, я знаю, что у меня перед выходом на сцену, мне все время пытаются что-то со мной поговорить, Я говорю, все, я уже выключился, надо было говорить, вот, потом, потом будем разговаривать, все, иди, отойди от меня, иди водки выпей, не нервничай Конечно, нет, это, понимаешь, это даже не своего рода защита, это своего рода дать, это настройка, действительно, ты уходишь вот туда в какую-то тонкую вот эту материю под названием Еще я кайфую, бля, от твоей вот этой песни, вот, от Бишкека, от Алматы, сука, вот этот Ослик с клипом, бля, вот этот мультик, понимаешь, вот он, не знаю, сколько, не мог он дорого стоить, но вот, понимаешь, вот этот дедушка, а, Бишкек, Такая, да, размеренная такая, Иссык-Кульская песня Да, да, ну так получилось, видишь, в чем дело, я думаю, каждый способен создавать и творить какие-то замечательные вещи При одном условии, если человек не спит, если человек не спит, а у нас, если ты просто открытыми глазами живешь, да, вот сейчас, если мы разберемся с тобой, да, сейчас мы, ты не спишь, потому что на работе Ну, как только твоя работа заканчивается, ты садишься за руль машины или идешь куда-то по дежурным делам и все, ты засыпаешь Вот ты как-нибудь поймай себя на этой мысли, что ты спишь А большинство людей у нас просто спит постоянно, постоянно Где бы они находились, что бы они ни говорили И не спящих, проснувшихся, очень мало Да, и вот один из них перед тобой сидит, который не спит, и который постоянно будит себя Ну так это откуда, вот, если глубоко вдуматься, да, ты же, ну, задумывался, да, то есть я вот раньше думал, что я вообще урод, да Почему? Потому что я смотрю на людей, ну, вот, на большую часть, да, я думаю, ну, что я, вот, ну, устройся ты на работу, да, сука, ходи ты туда каждый день Ну, в смысле, в каком, по-моему, это урод, имеется в виду, моральный, что ли, или так? Нет, вот, послушай, я тебе объясню, с точки зрения, вот, социальной, да, то есть, ну, вот, люди, вот, много людей Каждый день встают, идут на работу, работают, получают удовольствие от жизни, покупают, там, машины, квартиры, да, ну, вот, и все у них хорошо Меня же, ну, ты же знаешь, меня вечно какой-нибудь хер куда-нибудь несет, блин, меня как вместо подвигу Вот, вот, что не живется спокойно, понимаешь? Я грешным делом, ты же внутри себя как-то думаешь, там, задумывайся, блин, ну, что ты, ну, понимаешь? А, нет, кто-то этим, там, может, радуется, что он вот такой вот, он эксклюзивный, да, то есть, а мне вначале, вначале, вот, когда я помоложе был, я не находил ответов, да? Это сейчас я уже понял, ну, я просто, что, ну, вот, вот такой уже уродился, хер сделаешь, да, уже, все уже 40 лет меняться точно поздно, бесполезно бы, скорее всего Ну, это вопрос, это вопрос Я не смогу ходить каждый день на работу, ты меня как-то убей теперь Нет, я не ухожу каждый день, понимаешь? Ну, вот, в том понимании Да дело в твоем отношении, понимаешь? Дело в твоем отношении к работе и к этой жизни Если, ты говоришь, жить спокойно, зачем жить спокойно? Жить спокойно не надо Жить спокойно не надо, но не надо и суетиться Вот у нас страна спящих, суетящихся людей Посмотри, все вертится, машина за окном, как носится А одни обгоняют других, торопятся А проследи за ним, куда он торопится Да никуда он не торопится, он сам не знает, куда он торопится В итоге, никто ничего путного не делает Не только для кого-то, а и для себя Как ты песни, понимаешь? Скажи мне Как ты их слышишь? А ты, Слава, попробуй проснуться И ты тоже И ты поймешь, как что-то делается в этой жизни Мне просто интересно, вот именно в твоем случае Потому что все равно же всем приходит это индивидуально То есть, какая тебе нужна? Ну, наверное, тебе нужна душевная гармония какая-то Да, у тебя должно быть Да фиг его знает, Слава, что нужно? Или в депрессухе ты тоже можешь что-то написать Понимаешь? У тебя депрессухи-то бывают вообще? Потому что все время такой джедай был Ты знаешь, бывает И, кстати, в последнее время почему-то она все чаще случается Но я стараюсь гнать эту тоску-печаль Ну, имеется в виду не «Ах, как все хорошо, да? Давайте там устроим праздник жизни» Вот, это, конечно, бывает Нет, с друзьями обязательно собираемся Обязательно пиво, обязательно водочка Чтобы поговорить Ну, иначе Ну, вот из меня ты можешь вынуть и без водки все, понимаешь? Этот и задушевный разговор Собственно, ради которого, собственно, слова Скажи, мы собираемся Ну, ты не пьешь, да? Ну, скажем, многие люди, нормальные люди Которые, на которых сбавят Спасибо, Лес Нет Да что ж ты Я тоже раньше думал, что они не нормальные Хорошо, нормальные люди Нет, многие нормальные люди, которые пьют, скажем Вот так Да, которые незапойно выпивают Ну, ты понимаешь, что мне говорят Да Они почему стремятся к близкому общению с друзьями И именно вот нужно им Потому что весь этот негатив, который накапливается От жизни, от работы, от дяди, на которого они работают И от прочих вещей Им нужно выплеснуть, да Им нужен доктор-психолог Доктор-психолог у нас кто? У нас друзья это наши, друзья и подруги Ну вот А это можно абсолютно сделать и без водки, например Если ты будешь Вот смотри, мы с тобой сейчас сидим Ну, я ничего не собираюсь скрывать Никаких у нас с тобой подводных течений нет Мы с тобой разговариваем по душам Да Это клево, понимаешь? Я думаю, многие, кто сейчас слышат нас и видят Они все-таки со мной согласятся, что это именно так Весь комплекс, вот ты говоришь Опять-таки, возвращаемся к спокойной и неспокойной жизни К рок-н-ролльной и не рок-н-ролльной Почему у нас многие люди не состоялись? Почему? И почему они от этого страдают? Они вспоминают далекие годы своей юности Или осознание Те годы, когда они примерно понимают, чем бы они хотели заниматься в жизни Слышат еще, еще слышат, могут слышать Вот, как ты правильно сказал, да, действительно Еще слышат голос Понимают, они скорее не понимают Голос, голос своей души, да, и своего призвания, скажем Потому что в каждом из нас при рождении Было вложено вот такой чип под названием призвание Твое призвание Вот, и в детстве он работает хорошо очень Душа с призванием, с твоим, она сообразуется и с твоими мыслями И ты живешь гармонично Почему дети счастливы? Потому что они живут в гармонии с душой, с разумом и прочими вещами Так вот, а многие люди идут, пошли не тем путем И вспоминают годы юности, когда они хотели быть Кто-то хотел быть музыкантом Кто-то хотел быть, я не знаю, там, конструктором Сейчас, подожди И в итоге человек У него настолько дороги разошлись То есть душа ушла по этой дороге В пункт А А разум в пункт Б ушел И в итоге остается То есть победила трусость человеческая в нем Он испугался пойти по дороге Вот у него он встал на распутье двух дорог Куда идти? Путем разума? Или направо? Или налево путем души? Ну, я тебе хочу сказать Тут вот тонкость, да Я вот сейчас за тех ребят немножко впрягусь По этому пути идти-то, в общем-то, очково Вот, я и говорю Ну, это понимаешь Как тебе сказать? А чего бояться? Скажи, вот Давай разберемся Почему человек боится идти путем своей души? Ну, я тебе скажу Во-первых, семья И обоснованы ли эти страхи? Во-первых, семья То есть семья тебя очень сильно В какую-то сторону направляет И поскольку Семье-то своей ты, конечно, доверяешь больше, чем всем То есть тебе, ну, тебе, допустим, папа твой говорит Тебе надо, чувак, надо идти в юристы Юристы, это все Не знаю Нет, ты-то еще щегол Ты откуда знаешь, правильно? Я папа не послушался То есть и папа понял Ну, он хотел, чтобы я занимался какой-нибудь профессией Более такой конкретной Ну, что-нибудь связанное там Чтобы дальше идти Ну, с каким-то, с производством, чтобы было связано Ну, с какими-то вещами, да Либо с какими-то, чтобы потом пойти по твердой карьерной лестнице Вот Ну, я говорил, нет В общем, я пошел на журфак Потому что это была наиболее свободная специальность Такий журфак, да? Ну, да, я закончил журфак Вот, с журналистом Со шнуром бухал? Со шнуром, да Вот, все Уже жизнь тоже в беззаря Ты скажи, папа, я не знаю, какой из меня там производственник Во-первых, смотри, пап, я не бедствую А во-вторых, я бухал со шнуром Вот, ну и нормально Он же прикольный шнур Нет, ну, шнур для меня не идеал Нет, дело не в идеале Я думаю, с ним выпивать очень интересно и органично Вот именно, я же тоже выпивал Ну, шнур злой человек Я, знаешь, я с ним выпил И он постоянно сидел и ждал, когда ему можно вставить Чтобы человека подколоть Провернуть им что-нибудь, понимаешь? Ну, и подложить какашку какую-нибудь Нет, может, он так это проверял там, в смысле Знаешь, есть же такие типы, которые тебя сначала Ну, особенно... Вот, Слова, мне надо проверять То есть я с тобой сейчас разговариваю Нет, ну... Это вопрос некорректный Я один из тех немногих людей, которые очень открыты И меня проверять не надо Не-не-не, смотри, в мужских коллективах В мужских коллективах есть такая тема Заходит там, допустим, новый чувак Его немножко качают на вшивость, блядь Кто он вообще по жизни? Ну, это же есть такое? Ну, это сразу, понимаешь, это сразу же определяется Человека надо проверять или не надо проверять То есть вот есть у него что-то по отношению к тебе Или по отношению к этой компании С кем бухать прикольно, ладно, хорошо Со шнуром мне очень понравилось Ну, давай Вот так вот Ты же там... Ты знаешь, нет, ну... Нет, ну ты очень много таких российских потусил Тусок Кто вот такой вот душевный, с кем повыпивать хорошо? Ты знаешь, с ними... Я не говорю, что со шнуром неинтересно выпивать Я тебе просто рассказал, да, что... Колка Да, он колючий человек Ну, в всяком случае был, когда мы с ним в Алма-Ате действительно сидели за одним столом А так, каждый из них, из тех, кто известен сегодня И считается, может, даже легендой Они все интересные И с Шевчуком, с Юрой очень приятно говорить, знаешь И даже, может быть, и не стоит говорить, а стоит его только слушать Вот И причем он человек, который любит поговорить Лучше рафинированный, такой питерский, да? Да нет, он не рафинированный, ты знаешь Он нормальный пацан Вот он просто пацан, который сохранил себе именно вот это вот пацанячество Он очень легко подрывается на шутку Знаешь, он искренне смеется, когда кто-то шутит Но он любит говорить, потому что он много знает А мне очень приятно всегда общаться с человеком, который много знает И я стараюсь меньше говорить С человеком, от которого можно питаться той же энергетикой или знаниями С Володей Шахарином очень интересно разговаривать Хотя он практически не пьет, очень мало пьет Но поддержать пьяную беседу он может нормально То есть, понимаешь, да А пьяную беседу кто может хорошо поддержать? Кто из трезвых людей? Только творческие люди И которые и без того пьяные от жизни, понимаешь? Настоящий творческий человек, он пьяный от жизни Слушай, давай чуть-чуть поговорим Вот альбом записали Это вот нарисую его вообще вот давай такими визуальными образом Ты, кстати, мне его хотел подарить Да, я тебе вот принес Давай дари, потому что я свои альбомы прям слушаю Экземплярчик, спасибо Вот немногие эти вещи ко мне Знаешь, очень много дарят всегда промо-материала То есть, там, визитки, брелки Я еще ворую все время зажигалки То есть, у меня вот к концу недели куча всякого Знаешь, на заднем сиденье скапливается такая-то И вот Слушай, ты, оказывается, очень востребованный человек И уважаемый, и, видимо, очень приятный человек Потому что человеку неприятного дарить не надо Ну, не нравится, блин, да Просто, ну, неважно Но, как бы, вот, твои диски Я всегда, вот, в прошлый раз ты мне такую сумочку какую-то подарил Я ее прямо вот всю детям Детям сумочку Живая еще сумочка? Ну, не знаю, жива ли нет, но вот я проще подаю Давай, опиши альбом Вот это как вообще? Ну, вот, такой вот получился у нас альбомчик под названием Music for the Scorpions Скорпион, вернее, музыка для Скорпиона Это чистая музыка и песня для кинофильма Кинофильм под названием «Весь мир у наших ног» Это совместное казахстанско-американское предприятие А он вышел уже? Нет, еще не вышел Его на английский перевели уже А на русский язык его сейчас переводят И он должен выйти, вот, нам обещают, в конце этого года В декабре, наверное Ну, может, или в начале следующего года Сроки все время сдвигаются И они, в смысле, подтянули Мотороля, чтобы он музыку написал? Да, нам предложили Ух ты Мы написали Им понравилось Причем Сопродюсером является Арман Тассанте Вот, и там еще много кто Питро Тун снимался Ну, из великих американских актеров Все понравилось Перевели песни на английский язык Здесь они, кстати, тоже звучат на английском Два варианта, английский и русский Но в основном здесь инструменталы наши Мы себя попробовали в качестве киногруппы И, в принципе, получилось Так что это совершенно киношный продукт А его покупать где-то можно? Где найти? Следующий вопрос Люди скажут, где купить? Не всем же ты подаришь его То есть не всем так привезет Значит, наверное, в меломане его можно купить Но я скажу, что можно не покупать А можно прийти на наш концерт 2 ноября Вот, кстати, в Алматы Тауэрс он пройдет Вот здесь недалеко совсем Слушай, ну так это вы на пару тысяч замахнулись, да? Тогда получается? Ну, где-то так, наверное, да И каждый из тех, кто придет на концерт Получит... Когда 2 ноября? 2 ноября Восемь часов вечера Каждый получит по диску В Тауэрсе, да, это вот на тещином языке В башне, да Нет, Джейзстан проходил, Аспаново, да? Ну, я просто... Многие знают, что там был Джейзстан Большой зал, да? Это нормальный ориентир Большой помпезный зал, да? Для той, кстати, шоу Для той бизнеса Ну, там он конструктор, там, что хочешь Вот даже роковый концерт Ну, и это будет как 20-летие, получается, команды Ну, да, это и будет день рождения А сколько хронометраж планируете? Примерно часа 2, я думаю Может быть, 2 с половиной Поколбасить Да Причем первая часть Будет совершенно новой песни Вот так вот Звучать Абсолютно новой песни Которую никто еще не слышал Ну, и пока ничего раскрывать больше не буду То есть у нас небольшая такая интрига Сейчас по городу идет реклама Скрытая, правда, пока Но 15 октября она станет открытой, эта реклама Про барана не твоя работа, блин Я люблю, блин, Баранов Я пока ничего говорить не буду Карты открывать не буду Не, ну, хорошо Просто на самом деле Вот кто-то там стебется, блин Я люблю Баранов, блин Просто, ну, вообще-то Конечно Если это твое, то это очень будет Это, поверь, все заметят 15 октября вы знаете, короче Не Ну вот Чувак, это, кстати Тут уже немного ждать осталось Да, немного совсем Вот Не, ну, мне прям интересно И Давай постараемся Как-то, чтобы об этом Ну вот За неделю Ты позвони, что ли Да, вот Или там Ну, своих там директоров попроси Мы просто под СММ Еще Это я Как ты сказал Директоров Слушай, создаю впечатление Что у меня Силы корпорации Не знаю, со мной какие-то там Сначала девочка какая-то общалась Потом мальчик, блин Ну, у тебя там, походу, их немало Так я так вот понимаю Вот Да, это и нормально Потому что, ну, в смысле Артист должен выступать, да А там, допустим, промо И должен заниматься промоутером Ну, ты понимаешь Это наши Наши все в одном лице Да, вот они потом И лира у них это Закрывается Потому что он сидит Тут бухгалтер Тут он Ну, завывается человек Конечно Тут он, блин, сидит Сам Правильно Каждый должен заниматься своим делом Нет, а что такого-то То есть Так, простите, я перебил За неделю ты говоришь Чтобы тебе позвонили Да, за неделю попроси Мы просто покричим Дополнительно в социальных сетях О, хорошо У нас голос там погромче Чем уж у вас Вот Нет, просто я прям хочу Чтобы много людей пришли Я тоже хочу, слава Очень И сам схожу обязательно То есть Я тебя приглашаю Я вообще никуда не хожу А вот к тебе пойду подруковать Тем более, да Тут два шага Нет, ну, это ладно Ну, вот Потому что Ну, подруковать будь, слава На чем? Потому что программа будет Я думаю, интересная Да, Эльянс, блин Я просто хочу пойти на чуваков Посмотреть, да Которые зал соберут Потому что у нас Казахская эстрада Красавчики собирают зал Ленина собирают Да А русскоязычный артист Который поет на русском языке Который соберет зал Вы мне его еще покажите Понимаешь? Тут это дело Как говорится Как тебе объяснить К закону о языках Никак не относятся Но это факты Что у нас люди Которые поют на русском языке Они зал Не собирают Хрен он соберет Две тысячи человек Я не знаю Кто у нас может Из нашей эстрады Попс-фит Рокеров Не важно Мне без разницы Я знаю Что ты соберешь Я просто хочу Сходить на этот концерт Ну дай бог Чтобы такого и было Как ты говоришь слова Дай бог Я этого хочу Хочу Конечно же Чтобы собралось Большое количество людей Тем более Я думаю Мы их не разочаруем Да нет Ну я считаю Знаешь Почему еще надо сходить Мне как кажется Потому что Настоящий Такой роковый концерт Их у нас Случается тоже немного В основном Когда приезжают Ну вот Россияне То есть Вот они Допустим Конь Би-2 приедет Допустим Я не знаю Сукачев Они соберут Тысячу человек Хоть завтра Чтобы кто-то С наших Собрал Хотя бы Касай То есть Вот любую На чесноке 160 живых команд Официально Зарегистрировано 160 Живых команд И вот Из них Из них Процентов 90 поют На русском языке Ну там Ковера На английском И на русском Казахоязычных Кстати мало Из живых команд То есть У них обычно Небольшой репертуар На казахском языке Хотя я не понимаю Почему Потому что Это же так По-моему Просто Вы учите Два блока песен На казахском языке Вас будут покупать Вообще Очень часто Ну каждому свое Каждому свое Я думаю Они ленятся Возможно Ты и прав Потому что У нас Все-таки Наша страна Предполагает Развитие Большой лени У нас Очень много Ленивых людей И все Делается для того Чтобы у нас Наш народ Был еще ленивее Еще более Необразованный Хотя кричат У нас о том Что вот У нас Образование Повышается Да у нас Вот тот А тот У нас строятся Центры Дорогостоящая аппаратура Ты сейчас Про политику Собрался поговорить Оно тебе надо Да видишь Наша жизнь И политика Это вещи Сейчас к сожалению Неразъединимые Настолько она В нас въелась Эта политика Что мы уже Без нее не можем В меня не въелась Не въелась Она Знаешь Знаешь Я по Булгакову Жил Помнишь Профессор Преображенский Когда говорил Не читайте Ни в коем случае Газет Особенно перед обедом Они портят Аппетит Нет Это смотря Как относится К этим газетам Я газеты Тоже не очень много читаю В основном Конечно Из других источников В основном интернет Узнаю Новую информацию Но Раньше Если я принимал Близко к сердцу Какие-то вещи Как человек впечатлительный Ну как это и положено Быть человек Который все-таки Занимает творчество То сейчас Я научился Не принимать Близко к сердцу 99% А что тебе напрягает Я все понять могу Нет Подожди Яшу Вот ты вот сейчас На таком интервью Находишься На котором Мне несложно Спросить Ну в смысле Что тебе не нравится У меня есть какие-то вещи Которые я считаю Как бы Недоработанные Вот у нас Если вот так Смотреть Взгляду То есть Их надо Добили Доводить до совершенства Но в целом Я так и не скажу Что там О чем плохо Да ты Посмотри Открой Ленту новостей Ну и что Там все плохо Ну слушай Ну это Правильно? Да нет Неправильно То есть Понимаешь У нас Смотри На 16 миллионов человек Где-то там происходит Какое-нибудь Нехорошее убийство Оно естественно Попадает в ленту новостей Но это же не значит Что у нас Все 16 миллионов У нас вот такие Нехорошие Это просто какой-то Один там Идиот попался Такой И он вот так Нехорошо сделал Но Мы же сейчас Слав Я понял О чем ты говоришь Я не пытаюсь Адвокатом работать Я просто Мы о чем говорим Мы говорим О том Что стоит Или не стоит Читать газеты Да стоит Все читать Информация Информация нужна Вредно воспринимать И принимать Близко к сердцу Но не стоит Потому что Половина информации Это ложь Другая половина информации Это либо Домыслы Либо Незрелая С владением Фактами И в этом Я убеждаюсь Каждый раз Потому что Какие-то события При которых Я сам участвовал И потом Их описывают В интернете В печати В СМИ Совершенно не так Совершенно незрело Но потом посмотри Какая она Журналистика Она такая Зеленая Призеленая Ты сейчас журналистом Походу сидишь Дроллишь Незрелая В преддверии Премьеры Своего Дело в том Что смотри В чем Дело С другой стороны Тебя уже Тебя мочить По-журналистски Я считаю Вряд ли Кому это надо Потому что Угробить Единственную Живую команду В нашей стране Додуматься надо Если честно Живая ему не единственная Команда Я имею ввиду Которая В твоем формате Работает В своем формате Нет подожди Сколько у нас Сколько коллективов Которые хотя бы Узнаваемые Чувак Ты что говоришь Ну давай Газуй Огласи весь этот список Я эти вопрос Не задавался Нет ты видишь Ну ты задайся давай Можешь прямо сейчас задаться Знаешь По сути Мне это не важно Действительно И многие вещи Для меня стали не важны Потому что Они на самом деле Не важные вещи Важно совершенно другое Важно состояться Вот страшно не состояться Понимаешь Причем состояться Как Опять таки Многие сейчас поймут Вот карьера Вот успех Да ерунда Все это Это Не Означает Ты состоялся Ну Ну вот тут знаешь Интересно Бывает Что ты какое-то время Состоишься Но это же марафон То есть Вот Ну это надо Шоу Маск Гоуон Не надо Никакого соревнования Никакого соревнования Наоборот Если ты не будешь Участвовать В этих соревнованиях Ты победишь Ты станешь первым По моему Лао Цзи сказал Не помню По моему Он что Про труп врага В смысле Когда проплывет Если долго Стоять на берегу Кстати очень хорошо Он сказал Что Человек Настоящий человек Должен Стоять Когда все бегут И бежать Когда все стоят Вот Так что Не надо Никакого шоу Маск Гоуон Не надо Никаких соревнований Я вот никогда Не участвовал И не буду И Мы сознательно Отказываемся От участия В разных чартах И эти чарты Сами к нам приходят Вот не далее Как С весной Песня наша И клип На эту песню Анна В британском Хит-параде Занял пятое место А мы Не участвовали В этих соревнованиях Мы не участвовали А что наша широкая Общественность Об этом тоже А насколько она Широкая у нас Общественность Насколько широкие У нас Те Кто освещает Какие-то факты Он у нас Шахтер Выиграл Кого там Они выиграли Так ты че Там Вся страна На ушах Стояла А извини меня Когда у нас Наша Казахстанская группа В английском Чарте Пятое место Сама занимает Без бабла Без ничего Просто Потому что музыка нравится Это тоже Я тебе хочу сказать Событие Ни фига Не рядовое Другой вопрос Может быть Вы просто Как-то Вам надо было Просто хороший слив Сделать Все равно С этими масс-медиа Все равно Надо работать Понимаешь В чем дело На шахтер Работает Целая индустрия На спорт Вообще В Казахстане Ну Футбол Да Это другое А к рок-н-роллу В нашей стране Как относится К чему Какому-то Недоразумению И к какому-то Несерьезному Делу Поэтому Особо Интересно Что в Казахстане Рок Не Смотри Поэтому Когда какие-то Приходят Вести Довольно Сильные Какие-то Победы Которые Мы одерживаем За рубежом Для многих Это шок Ни фига себе Наши Наша команда Да вы что 2 октября Концерт Ноября Прошло уже Октябрь 2 ноября 2 ноября В Таурусе 8 часов Начало 8 вечера Я просто Запомнить хочу Я прям Приду С 15 октября Пойдет Хорошая реклама Я думаю Ты еще не раз Услышишь Да я запомню Ну я вижу Я как Если в сети Будете кричать Я просто Вот могу По радио И услышать Вот Я телек Не смотрю Да то есть Вот допустим По телеку Ты меня не поймаешь Ты меня можешь На билборнах Поймать Вот если вдруг Она будет Да то есть И поймать Меня в сети И по радио То есть Вот таких Как я Вот уже Помогут Так Может Нет У нас реклама Будет на радио По телеку Будет не очень Много рекламы Радио Наглядные все Вот эти вот вещи В городе И в интернете Обязательно Ну супер Давай в интернете Как бы Мы чем сможем Поможем Ну что хочу сказать Знаешь Мы вот Пару раз уже С тобой на камеру Разговаривали Да Каждый раз Я вот что вижу Что Тебе вот Есть что Много что сказать Ну вот Именно вербально То есть Какие то вещи Ты многие вещи Говоришь в песнях Да там Эмоциональные Какие то Духовные вещи Ты выдаешь Вот Вот там Но вот Почему то я Вот я не знаю Я вижу вот Какую то Неутоленную Жажду Жажду поговорить По душам Да Я тебе хочу сказать Может быть Тебе немножко Повеселиться Просто это Вот как идея На съедение Да То есть Завести какую то Свою программку В интернете И просто С прикольными Чуваками Обсуждать Всякие там Интересные вещи То есть Ну поскольку Ты Как бы Человек прокаченный Кинтов у тебя Всяких интересных Тоже очень много Вот И там вот Обсуждать разные Какие то события То есть Ну это вот Мне Я не знаю Это вот Идея на съедение Мне это просто Не увиделось Потому что Ну вот Типа говорить Вот я вижу Что Мы сейчас Вот 40 минут Уже 45 Проговорили А еще Ни о чем Не поговорили И что Фишка Какая Я бы Я бы Вот я бы Послушал Что ты там В конце концов Ты на рассказываешь Понимаешь Я думаю Что таких Много наберется Может быть Публициста Еще Да Мы ауто Какого-нибудь Увидим Я не знаю Но почему нет Ты знаешь Я об этом Подумывал Два фотоаппарата Надо поставить И петличку Больше ничего не надо Хорошая идея Об этом И кстати Да Она Возможно Воплотиться в жизнь Я об этом думал Где-то по музыке Где-то по жизни Где-то там Ну Темы найдутся Конечно Темы найдутся То есть Мне кажется Таким двум Меняем людям Как мы с тобой Да Всегда Идеи в голову Придут Так вот Ну пока я Не вижу Что это пока Окончательно мое Идея должна созреть Пускай отлежится Да Идея должна созреть Это просто Как набросок И я например Ничего не подгоняю В своей жизни И даже когда Вот мы готовили Новый альбом Который выйдет Кстати Совсем скоро Мы хотели Его выпустить Это вот Которые песни будут На концерте В Петербурге Мы хотели успеть Выпустить до концерта И на концерте Его распределить Презентнуть Да И ну не получилось Мы записывали его летом Мы записали в Таиланде Вот из нового альбома Можешь Вот в виде стихов Вот какой-то Коротенький текст Вот Вот сейчас Сильно не думай Вот какой у тебя Файл выскочит То есть Ну можно же у нас Мы какую-то Сенсацию маленькую Можем получить На программе Что вот нам сейчас Аутов из нового альбома Расскажет какой-то Текст Хочешь спой Не знаю Там акапелла Да то есть До обеда не спою Слышишь какой голос у меня Ну хорошо Давай тогда стихами Стихами Ты же ну Что-нибудь Хорошо я сейчас Просто вот Тональность В виде стихов Понимаешь Да Это вот прям интересно Песня называется Русский и Азиат Ух ты Нифига Тебе там куда пронесло Надо идти Второго Этого Ну вот Ну давай Давай стихи Так что в программе По честной кой Эта вещь звучит впервые Ну хотя Чуваки Хотя бы Я выпросил сенсацию Да В этом В виде стихов Этой песни Два человека Во мне живут Русский и Азиат Они то обнявшись Песни поют То псом друг на друга глядят Они вечно спорят За право быть мной И делят меня так и сяк Один выбрал внешность Душу другой В которой всегда все не так Я переливаюсь Как детский значок Какая моя сторона А месяц Тоненький завиток Приник крестовине окна Я вместе несу их И крест И луну Я скрепко на стыке миров Упрямо Разодранную страну Сшиваю я Из кусков И слышим Такой ослепительный блюз И искры до неба летят Когда во мне сходится Минус и плюс Русский и Азиат И друг друга они Берегут И бронят Едят друг у друга из рук Бегут друг от друга Но снова назад Несутся стрелой Сделав круг И крепко обнявшись В конце всех дорог В священную глину Они упадут И преобразятся Когда выйдет срок В кирпич И звонкий сосуд Один Обогреет Накормит другой Далеких потомков Смешных пацанят В чьих жилах Навеки посеет Навек непокой Русский и Азиат Это был Илья Саутов В программе Вот у нас по чесноку Добавить нечего Как это Все на каток Все на концерт Я представил Еще туда Музыкальный ряд Вот Песня Стихи Стихи Очень здоровские Очень Ты тонко Прошел По этой грани Никуда Не свалился Ни туда Ни сюда Ни сюда Волосики Зашевелились Прибудет с тобой Сила Спасибо Слава Всего хорошего Ну и тебе И твоей программе И ребятам Которые смотрят Тебя Второго Наебря Приходите Люди Вот Не пожалеете Я думаю Зажгем Ну это Зажгем точно Да Зажгем Аминь Давай